Детский сад почти готов к сдаче. 330 мест, половина из них ясли. Масштабные цифры для молодых кварталов. Кроме этого объекта в 2019-м в Крыловой столице должны ввести в эксплуатацию еще пять детских садов. Нацпроект образования в Алтайском крае, можно сказать, разогнался. Рядом, опережая сроки, поднимают школу. Сохранить темпы хотят и власти, и подрядчики, но делать это сложнее. В расчет стоимости строительства берут не региональный коэффициент, а федеральный. А он средний по краю. Что для детского сада в отдаленном районе, что в Барнауле. Для краевой столицы это значит, что установленные суммы почти на треть меньше себестоимости. И это уже обсуждают в Госдуме. Мы как никто заинтересованы в том, чтобы не завышены, но эти расценки соответствовали просто сегодняшнему дню. Потому что многие материалы, они за последние два-три года гораздо дороже стали. Мы даже не говорим о заработных платах сотрудников, но элементарно сама себестоимость материалов уже просто не соответствует тому, что сегодня мы имеем. Что утверждается под законными актами. Еще одну проблему озвучили уже барнаульские чиновники. К сожалению, мы работаем в пределах двух лет. Нужна трехлетка, потому что мы проектируем, торопимся. Проекты порой выходят, пока землей занимаемся, пока проектируем. Проходит больше. Потом мы подходим, вот почти год проектируем, да. Подходим к зиме и зимой начинаем стройку. Мы торопимся, мы гоним. Это может на качестве отразиться. Все эти предложения федеральные депутаты Наталья Гувшинова и Светлана Бессарап обещали отвезти в Москву. А замечания депутатов к объектам нацпроекта образования обсудили сегодня в краевом правительстве. Итоги масштабной проверки озвучат позже. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. День с толком.